МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экспертиза показала, что старший Петров был отравлен. Трубка содержала яд. Ты оказался прав. Трубка действительно отравлена. Цыган отказывается помогать Милешину расследовать дело. Куда ни краса одевает прибыль, цыган? Не буду этим помогать. Милешин, обвиненный Белоусовым, во взяточничестве, отпущен под подпиской о невыезде. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Некто проникает в больницу и пытается убить Антона Петрова. Стой! Кто идёт? Эх! Слишком далеко, Милешин. Этот стрелял в упор. Да я знаю. А другого выхода нет? Поближе. У-у-у. Может, он уснул? Его за минуту до смерти видели. Не спал. Значит, они были знакомы. Не мог профессиональный охранник подпустить убийцу близко. Не мог. Или родственники. Мы всё проверим, Серёга. Друзья мои, кажется, нам повезло. Несколько ворсинок с подоконника. Будем крутить. Крутите. А гильзы? Нет. Аккуратный. Это женщина. Это могла быть женщина? Вряд ли, Сергей. Судя по смазанному следу на подоконнике и следам под окном, мужчина. Да, кстати, Костя, собака след не взяла. Чем оправдаешься? Через ворота он не проходил. Я бы не пустил. Но меня же пустил. Ну, вы же милиционер. Ну, вы же из милиции. Или знакомый. Или милиционер. А что? Может. Давай. Вспоминай. Милиционер приходил? Да никто не приходил. Я ворота только вам открывал. Машина подъезжала. Кажется, четвёрка. Ещё до вас. Но там никого не было. Точно. Была машина. Угу. Посмотри. Может, он раньше этот человек приходил. Днём, а? Ну, может быть. Не знаю. Ну, точно не милиционер. Он ещё спросил, когда прием посетителей заканчивается. Ну, у того броя погуще. И в возрасте он уже. Костя Башкиров. Да? Давай этого хлопца к нашим художникам. Он, кажется, видел убийцу. А я на улицу. Милешин, подожди. Вместе пойдём? Да? А почему Лицкий не приехал? А сегодня я дежурю. От прокуратуры. А вас не смущает совместная деятельность с изоблечённым взяточником? Вот я и посмотрю, как ты ведёшь своё дело. С интересами или без. Может быть, Лицкий тебя зря из СИЗО вытащил. 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 Ну, что? Белоусов, Некрасов, как полагаешь, кто за этим стоит? Петрова-младшего они могли на зоне ещё убить, если бы захотели. Да. Это кто-то другой. Проявился наш теневой герой. Ну? А вот это кровь. Да. Свежая. Эксперт! Сюда! Раненый. В пижаме, в бегах. И вот. Сфотографирую здесь всё. Куда он мог? К жене. Нет, к Ксюше он не пойдёт. А вот я подъеду. Давай. Осторожно. Ну. Осторожно, говорю. Что тут у вас? Ты опять любовника ищешь? Мужа. Какого мужа? Твоего. Антон сбежал из клиники. Как сбежал? Ногами. В смысле, Антон сбежал? В смысле, просыпайся, Ксения. Антон сбежал из клиники. Его хотели убить. Не знаешь почему? Я? Не задавай дурацких вопросов. Слушай, а почему всегда я? Я тут вообще ни при чём. Скажи мне. Некрасова убил твой муж? Да. Ты сама видела? Да. Расскажи мне, как всё тогда было? Ну… Ну, в общем, после того, как, в общем, я надела платье, открылась дверь. Тут был Антон. В одной руке у него яблоко, другой — нож. Потом он сделал шаг, я испугалась, и я убежала в ванную. Что ты делала в ванной? Я открыла кран, услышала крик, закрыла кран и убежала. Сейчас всё сделает так, как было тогда, поняла? Что? Давай. Ты шучишь, что ли? Ну, надела. Открылась дверь. Тут Антон. Я испугалась, побежала в ванную. Зашла в ванную. Закрыла дверь. Закрыла дверь. Крик! Дверь! Дверь! Точно, была дверь! Дверь! Я выбежала, как услышала, что хлопнула дверь. Потом побежала, увидела, испугалась и выбежала. Когда дверь хлопнула? Ну, когда я была в ванной, я закрыла, услышала дверь, ну и… Давай ещё раз. Что? Начали. Оделась, выбежала, испугалась, сразу в ванную. Забегаю, значит. Крик! Раз, два, три, четыре, пять. Потом выбегаю, увидела, испугалась, выбежала. Всё! Раз, два, три, четыре. Можно войти? Можно. Четыре секунды. За это время Петров не мог нанести столько ударов. Тогда кто? Кто ещё был в это время в квартире? Галя? Белоусов? Ксения? Сколько ранений твой муж нанёс Некрасову? Семнадцать. Мог ли человек нанести семнадцать ножевых ранений, проникающих, несовместимых с жизнью, повреждающих внутренние органы? Семнадцать ножевых ранений за четыре секунды. Ну, я не знаю. Не мог. И что теперь делать? Не знаю. Думай. Я пошёл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Испугались, товарищ капитан? Садичка за испуг, садичка за девяжество. Да убери ты волыну. Пошли на кухню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спят. Все спят, полюбуйся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сонное царство. И что-нибудь? Да вон, на дверце. Ну, старик. Коньяк пьют комнатной температуры. Этот пьют холодным, чтобы вкуса не чувствовать. А, лимончики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаешь, откуда появилась дурная привычка закусывать коньяк лимоном? Ну, почему дурная? Потому что лимон убивает после вкуса. А это в коньяке. Главное. Ну, и откуда она появилась? Говорят, Николай Второй придумал. Ему Альсандра Федоровна денег на хорошие коньяки давала. Поэтому он пил плохой, как этот. Ну, чтобы вкуса не чувствовать, докусывал лимоном. Ну, ты мне что, про коньяк пришел рассказывать? Да нет. Я не об этом. Я о другом. А я ведь бандит, Мелеша. В смысле? Тебе как? Философски или риторически объяснить? Да вот, лет пять тому назад постучали мне в дверь серьезные дяденьки. И предложили, ну, как бы это сказать, работу, что ли. Ты что, киллер? Киллер. Дурак, что ли? Я хакер. Тоже красивое слово. Иностранное. Ну, если взлом может быть красивым. И ведь Медведь ко мне тогда пришел, именно поэтому он сразу понял, что мои машинки дома. Не для стрелялок. Не для стрелялок. Привет. Здорово. Проходи. Ну, что мы обмываем золотую пальмовую ветвь? Ох, да если бы. Давай. У меня творческий кризис, слыхал о таком? Да где уж нам убогим. Мы просто тупо работаем. Как Ленка. Снимает свою документалку, как у Гориллы, по моему сценарию. Жизнь нашего звездного бульвара в разное время года. Ну, солнышко, цветочки, мамы с колясками, бомжики, стая бездомных собак, влюбленная, семья Соловьев, подогнал ей знакомого продюсера, немцы заинтересовались, ну и уже фестиваль ждет. Так, ну, клево же все. Ну, да. Только вот сам не знаю, чего писать. Так, наверное, тебе муза свежая нужна. В интернете масса предложений, на любой вкус. Недорого. Ладно. За вдохновение. Угу. Кстати, я же к тебе почти по делу. Ты же у нас хакер. Пардон. Независимый программист. Я работаю по договорам. Ладно, я не свой договор. Я наоборот. Тут вот надо выудить кое-какие данные из некоторых государственных архивов. Глянь. Да ты офигел. Это не некоторые архивы. Это действующие базы данных спецслужб. Ну, вот тут, насколько я могу, вот так сходу сказать. ФСБ, ФСО, ФАПСИ. Таможенный комитет. Архив Совмина, переписка двухдубских комитетов. Еще кое-что связанное с армией. Архив лондонской биржи. Банки какие-то. Да это абсолютно закрытые сети. Их трогать вообще смысла нет. Почему? Да потому что нельзя. Они охраняются государством. Во-первых, туда не влезть. Во-вторых, на всю голову оторвут. Ладно, ты прав. Это закрытые данные. Конечно, прав. Но эта тема, вот эта история про нас, про нашу страну, про наши проблемы, мечты, про наши страхи. И я надеюсь, что это мой будущий сценарий. А я ничего не понял. Ты можешь простым русским языком объяснить? Мне совсем недавно один дядчик, очень серьезный дядчик, рассказал одну историю про современную Россию. Ну, там, любовь, дружба, предательство, измена, история частной жизни в контексте эпохи. Но главное, тайна. Настоящий детектив. Я за такой историей всю жизнь гоняюсь. Рад за тебя. Я тут при чем? Понимаешь, я не могу понять главный механизм. Не хватает мне фактуры, точных данных. Конкретных фактов. Причины, следствия, мне нужна логика принятия решений и их реализация. Но это архивы. Вот это я не могу придумать. Это надо просто знать. Помоги, дружище. Славой сочтемся. Вот славу не надо. Литр вискаря. Мэклм. Файн оук. Так. Тридцатилетний. Замерно. И все-таки ты знаешь, нет. Два литра. Три! По окончании. И бухаем вместе. Ха-ха-ха. Ну и что ты ему нарыл? Да уж нарыл. Вот. А ты знаешь, что Медведь ведь спрашивал про те же самых людей, что и ты? Тут вообще непонятно перепутано. Тебе, наверное, будет интересно узнать, что твоя Некрасова, та, что водку делает, перекачивает все деньги моим хозяевам. Все до копейки. За что? А вот это ты уже у нее сам спросим. Ты в этом как-то участвуешь? Ну, лично нет. Косвенно. Но земля у меня под ногами горит. Реально. Прости, цыган. Я не знал. Кто твои хозяева? Так. Бандиты. Так что, до твоей премьеры, Милеша, я, наверное, не доживу. Не боись. Доживешь. Мы всех победим. Ну, да. Ну, я пойду. Иди. Здорово, Трошкин. Здорово. Сиди, сиди. Ну, что, смотрю, все дело изучаешь, да? Вот говорю я тебе, закрывай ты его, и все. Закрывай. Так, это официальный приказ? Ладно, ладно. Приказ. Смотри, чтоб там все было в соответствии с нормативными данными. Понял? Конечно. Слушай, тут говорят Милешину знатный кофе принесли, а, в виде взятки. Ох, мне уж эти поборы с подозреваемых. Плохо кончаются, да? Да. Угостишь? А то я что, весь день зеваю. Да не проблема. Не проблема, да? Не, не проблема. Милешин человек нежадный. Знаем мы вас, нежадный. Как дело дойдет до этого? Так. А, только один нюанс. Это была неподозреваемая. Это была его одноклассница. Да в курсе, в курсе я. Детский роман. Она другому отдана, да? И будет век ему верна. Откуда вы знаете? Начальник должен знать все и обо всех. Ты клади, клади. Пожалуйста, пожалуйста, на здоровье, Василий Иванович. Еще? Еще. Пожалуйста, на здоровье, Василий Иванович. А про меня вы чего знаете? Секрет фирмы. Вот когда надо будет, узнаешь. Здравия желаю. Василий Иванович. Ну? Как тебе? А? Ничего, гламурно. Пистолет при тебе? Разумеется. Давай. Стреляй. Прямо сюда. Не, я боюсь. Вы снимите. Это же новая форма для нашего ОМОНа. Пуля непробиваемая. Сотни испытаний, а ты? А я с заявлением. Какое еще заявление? Об уходе. Че это такое? А? Друга убили, душа отлетела, помощи ждет очарованный странник, вот бы и мне. Че это такое? Ну там же все написано. Ну, заявление. Ну, вообще-то, эта штучка, конечно, для интеллектуалов. Ты пошути у меня, пошути. Василий Иванович, я уйти хочу. Уйти? На тебе еще висит чемоданчик с деньгами. Там еще пальчики могут оказаться твои. Вот так. Ладно. Забирай назад своего самострела. А форму я эту обязательно для ребят возьму. Я гляжу, гофмаршал, вы весь в работе? Ага. Чапай хочет дело закрывать. Так вот я с этим не согласен. Сижу, строчу рапорт. Зря строчишь. Не понял. Лизаул, вы согласны с Чапиным, что ли? Ни в коем разе. На, держи. А с чего тогда щедрость такая? С лощупилюлю. Чапай со мной помирился, так что дело я у тебя забираю. А, так это все меняет. Пожалуйста. Надо акт, а передачи, наверное, составить, да? А, тогда пиши. Не буду мешать. Так нет, а может быть, тогда сразу просто так забирай и все. Нет, мне твои выводы очень важны. Пиши, пиши. Нет, ну вот руками не надо. Не надо, не лап, не лап руками. Иди сюда, я это лучше. Я, ну чего ты ее, чего ты ее колышешь так? Еще, еще ногой долбани, дорогая машина. Это вам не драндулет ваш. Гидроусилитель, АБС. Ну, комплектация вообще замечательная. Коробочка механика, но автомат дорого. Посмотри, даже стекла, смотри, ни водичкой, вода не катит. Видишь, специальная жидкость, там, упаем, трем, вот так вот протираем. Ну что, Дима, понимаешь, хочется... Я сказал, не трогайте машину. Не свою, да, свою, иди к своей. Аккуратнее там, вот глянь, мешка. Вещи личные, полотенце баба моя забыла. Ну, только вот руками, не надо трогать. Сань, а чья машина, не знаешь? Чья? Моя машина. А, ну я на полчасика, ладно? Подожди, а ты за чертодичком я не понимаю. Ты что делаешь? Да, поехали, так дурял что ли? Стой, ну что ты? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты не нормальный, Сань? Отойдите оттуда. Очень хорошая машина. Я без тебя не шла. Оборотистая, тормозная хорошая, отличная машина. У меня машина хорошая, у тебя с мозгами, все хорошо. Да все нормально, что ты сразу разорался? Ты, между прочим, мой подчиненный. Ничего себе, я сейчас саду за твою. Ну ладно, Сань, все, ну хорошая разорался. За твою дуречку вот эту вот. Сейчас я тебе покажу класс со своей старушкой. Какой ты мне класс покажешь? Ну, ну, ну. О, гора идет к Магомету. Привет, Сереж, заходи. Здрасте, Дяя Слава. Вы мне скажите, что у начальников, у всех такая мода? Какая? В прятки играть. Да нет. Это я вот телефон чиню сломался. Вам срочно? Да и как тут. У вас мобила нет, что ли? Да нет. Я как-то лет пять назад как потерял и не знаю, не умею я. СМС-ку даже отправить не научился. Значит, набираете номер? Так. И зеленую кнопку. Зеленую. А может, ты сам? Давайте, давайте. все получится. Ну, говорите сюда. Ответят и вас услышат. Понял, понял. Алло. Алло, Сорокин? А ты меня слышишь? О, слышит. Слушай, я сейчас ходил по домам, кодовые замки проверял. Алло. Что у тебя с телефоном? У меня, у меня телефон отличный. Ну, тряхни трубку-то. А, во. Слушай, записывай. Записывай. В шестом доме. Так, четвертый подъезд. Код вообще не работает. Дверь на распашку. Вот, в седьмом подъезде. Да, дверь через раз открывается. Записывай. Да что у тебя с телефоном? Алло. Ну, как ты мне перезвонишь, если у меня телефон не работает? А, перезвони. А, у тебя высветился? Ну, понял. Ах, хорошо. Все, жду. Закройте просто. Да. Правильно. Так что там с Магомедом, дядя Слав? А, ты знаешь, Сережа, я тут вспомнил, сам к тебе собирался. Вот. Ты помнишь, как нас искупали? Ее в 445-ю? Да, 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 да. Ты тогда еще говорил мне, что за мной охота идет. Будто я в тот день на съемке видел что-то важное. Ты знаешь, я три дня думал и вспомнил. Четверо в перчатках были. Четверо. Фамилии. Так, сейчас, 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 сейчас. Значит, первый, первый осветитель, сам Улекин. Он всегда в перчатках. Ну, там штативы передвигать, кабели и так далее. Он всегда в перчатках. Это раз. Дальше. Операторша Успенская. А с чего она в перчатках? Ну, она всегда в перчатках. Да киношники, они все двинутые. Это я заметил. Вот это два. Ну, а дальше, Сережа, ты не поверишь, я тоже был в перчатках. Я артисту показывал, как при обыске, но... Мимо. Вы были без майки, а на человеке была майка. Ну, а если бы я был в майке? Ну, дядя Слав, ну, бросьте. О, да, сейчас, 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 сейчас. Алло, Сорокин, слушаю тебя. Ай, извините. Это тебя. Милешин. Сережа, я сейчас обрадую тебя. Вот посмотрел я окружение нашей пятерки. Есть тут один интересный человечек. А ты напомнишь, с кем я сейчас говорил? Это участковый. Морозов Вячеслав Иванович. Он, кстати, консультантом на той картине, где Кирилл погиб. А, а я-то думаю, голос знакомый. А что насчет человека? Что, что-нибудь откопали? Нет, Сережа, не так все просто. Нам вечерком вместе надо обмозговать. Угу. Сейчас, не могу, дела. А ты вечером ко мне подгребай. Часам к девяти, домой. Домой? Домой? Может, лучше погуляем где-нибудь? Ну, хорошо, договорились. В десять вечера я буду ждать вас на углу дома. Хорошо? Эдуард Николаевич, как настроение? Как на душе? Как на душе? Угу. На душе отлично. Птички поют. Кто четвертый? Дядя Слав? А. Четвертый у нас. Актриса Короленко. Ксюша. Да, она в перчатках, потому что ей пароли нужно. Да, она тоже была без майки. Да и вообще непонятно, были там перчатки, не были. Но все равно, спасибо, я обязательно проверю. А, Сережа, ты чего ко мне заходил-то? Да, действительно. Дядя Слав, присмотрите за цыганом. Так, он что, что-то натворил? Милешин. Да не он. Я натворил. Ага. Милешин. Вас. Ага. Алло, Сорокин? Все. Сорокин, давай, пойдем дальше. Дом сорок два и сорок пять. Дом сорок пять. Стоп. Снято. Ну, только... Слушай, молодец. Где Макс, а? Лен, дай мне телефон. Макс, ты где? Макс? Ну, приветствую. Здравствуйте, Сергей. Вот видите, снимаем. Даже сценариста нового нашли. Классного. Ну, Кирилл был лучший, конечно, но... Извините. Людмила Ивановна, здравствуйте. А, господин сыщик. Ну что, как там наш следственный эксперимент? Да пока ничего. Хотел у вас спросить. Почему вы всегда перчатки носите, а? Ага, работать не умеешь, что ли? А, Миша! А почему у нас посторонние на площадке? Кто? Так! Я лучше про возраста. У нее экземы на руках. Очень стесняются. А, ну, ясно, извините. Скажите, который Самулекин? Самулекин? А Самулекин? Вот, Самулекин. А что? Говорят, в вашей конторе появились... Аня, подвинщик? Да, пойдем познакомься. Знаете, у нас говорят, ведется следствие. Следствие? Привет, старик, я Макс, автор. Мы тут кинцо ваяем. Слушай, я в ваших ментовских делах ни ухом, ни рылом. Поможешь? Слушай, вот скажи, вот какое у тебя должно быть звание? Вы что, меня вставили? Ну, конечно. Ты у нас убийцу ищешь и находишь. Скажи, вот лучше, если ты будешь у нас опером или следователем, а? Да мне как-то все равно. Вы вот у Морозова спросите, он же консультант. Нет, Морозова уволился. Нового взяли. Ага, вот у нового и спросите. Да что ему здесь делать? Пойди, найди его. Слушай, а кто убийца? А ты не беспокойся, не ты. А кто, не скажу, секрет. Слушай, я тебе пару вопросов потом там накидаю. Миша, что происходит? Главное, принцип подскажи. Мы будем скидывать или нет? Да. Так, звук, мотор. Камера. Есть камера. Стоп, блин, Марий. Сколько можно просить? Ну, чистый звук же. Пишем. Последнее исправление к те, что записали? Перезарядка. Сереж, ты скоро подъедешь? Я уже домой еду, давай, поторопись. Ты знаешь, я кое-что понял во всей этой головоломке. Надо вместе обмозговать. И еще. Я что-то вспомнил. Как раз сегодня. Кстати, ты мне подсказал. Да, понял, Эдуард Николаевич. Если пробок не будет, через чуть-чуть я у вас. Давай, подъезжай. Жду. Кстати. Да. Разрешите полюбопытствовать. А откуда у вас деньги на кино? Максимов. Клювики принес. А Максимов в тумбочке взял, да? Ага. Я даже знаю, как называется эта тумбочка. Государственный бюджет. Это точно? Точнее не бывает. Я сам получаю все эти деньги и поэтому знаю. Не могли бы бросить этот проект все-таки в бюджет государственный, как-никак. Да еще и раскрутка. Какая? Сами понимаете. Раскрутка, говорите? Ну, неудачное выражение. Сережа, не подирайтесь со словами. Жизнь продолжается. Искусство лечит. А есть хочется каждый день. Здесь, между прочим, человека убили. И убийца может быть здесь. Может, это вы. Я не убийца. Что вы? Ну вот, я вижу, вы расстроились. Да, наш новый сценарист, конечно, ничего, но уровнем пониже. История не его, не чувствует ее, и диалоги пишут ужасно. Но, вы знаете, мне кажется, что Кирилл написал конец истории. И так нас до последнего интриговал. Вот бы узнать. Да, конечно. Ведь он же мне рассказывал чего-то такое схематично. Приблизительно там в конце должны были кого-то убить. Шестого, вы уже говорили. Ну, вы узнали, кто это? Нет, не узнал. Но, кажется, на полноследствия сейчас поеду узнаю. А-а-а. Не могу подвезти. Срочное дело. Ничего, я сама. Ксюша, вас довезу я. Спасибо большое. Если позвонит Антон... Он не позвонит. Если Антон позвонит, передай ему, что я его искал. Его могут убить. Он не позвонит. Спасибо. Пожалуйста. Цыган считает, что я иду по пути медведя. Пытаюсь нащупать те же болевые точки в этом деле. Пять плюс некто. Кто? Кто этот шестой? Кто этот шестой? Что вы думаете? А что если медведь действительно дописал финал истории, и кто-то ее прочитал? Этот же самый шестой. Интересно, что скажет Лицкий? Водитель автомобиля М460МВ, немедленно остановитесь. Водитель автомобиля М460МВ, немедленно остановитесь. Да что ж я делаю, а? Прижмитесь к обочине. Водитель автомобиля М460МВ, немедленно остановитесь. Эдуард Николаевич не вернулся? Да нет, ничего. Прижаться к обочине. Да, мы с ним договорились, я успею. Да, спасибо, извините. Лиля. Эдик, ты забыл зонтик. Я зонтик не забыл. А передавали дождь будет. Я его специально оставил. Ну почему, ты же не совсем здоров. Потому что погода вон какая прекрасная. Эдик, ты домой когда вернёшься? Я через час уже буду дома. Ты, пожалуйста, будь осторожным. Да что ты со мной, как с маленьким ребёнком. Ну я же переживаю. Я уже давно забыл, когда и бюллетень закрывал. Ну вот, Серёжа уже подъезжает, я его вижу. Позвоню, когда буду возвращаться. Ну давай, давай. Всё, целуйте. Стоять, руки на голову! Да не я. На землю! Что стоять? Догоните его. Я мент. За мной! Капитан Милешин, старший по званию. Это мой друг, его только что убили. Сообщите всем, Москва пустая, уйдёт. Внимание всем постам. Надо скоро убрать. Внимание всем постам. Совершён наезд на пешехода. Наезд на пешехода. Чёрный джип, номера московские. Ты со мной. Есть. Ты здесь, возле трупа. Ага. Все бумаги собери, чтобы ни одной не пропало. Есть. Мильфик. Её. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!